Русский космос 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 Проходил подготовку к полету на корабле «Союз-ТМ» и орбитальной станции «Мир». В декабре 1999-го был переведен на программу МКС. Свой первый космический полет совершил в 2007 году в качестве командира корабля «Союз-ТМА-10» и портинженера 15-й экспедиции на МКС. В свой второй полет Олег Котов отправился в декабре 2009 года командиром корабля «Союз-ТМА-17». Впервые старт «Союза» прошел в ночное время. По суммарной продолжительности пробыл на орбите почти 360 суток, из которых 17 часов работал в открытом космосе. В настоящее время Олег Котов работает заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, занимается подготовкой новых космонавтов и сам собирается отправиться в свою третью космическую экспедицию. Вы сами-то довольны пополнением? Все-таки, можно сказать, первый раз к вам люди с улицы пришли? Ну, сказать, что пришли с улицы нельзя. На самом деле это очень достойное пополнение. Это результат, если так можно сказать, очень кропотливой напряженной работы всех сотрудников Центра и других организаций, которые очень внимательно отнеслись ко всем претендентам, которые подавали свои заявки на участие в этом конкурсе. И с гордостью могу сказать, что были отобраны самые лучшие из тех, кто претендовал на место в отряде космонавтов. Так что они достойны пополнения отряда космонавтов. В этом году Центр подготовки космонавтов имени Гагарина впервые провел открытый конкурс по отбору претендентов в звездный отряд. Восемь лучших добровольцев уже приступили к первым тренировкам. Среди будущих покорителей Вселенной и одна женщина. Впереди у новобранцев полтора года общекосмической подготовки. Пока мы еще, как бы это ни звучало, но все-таки студенты, которые по большому счету еще не космонавты. Мы только студенты в космонавты. И поэтому мы учимся, и наша задача хотя бы получить звание уже имя космонавт. Вы говорите, что они не с улицы, да, но они же не из космической отрасли. Там есть радиоведущие. Ну, знаете, да, не все из космической отрасли. Есть два человека из Центра подготовки космонавтов, которые являются инструкторами. Люди более чем в космической отрасли в теме пилотируемых полетов в космос. Есть, да, есть одна девушка, которая является работником радиостанции, или являлась сейчас, она уже сотрудница Центра подготовки космонавтов. Также есть молодые люди с различным образованием, с различным опытом работы, но все они увлечены космосом, все они энтузиасты космических полетов. И с большим интересом приступили к общей космической подготовке. Олег Валерьевич, вот вы космонавт номер 100, и вам, в общем-то, есть с чем сравнить. Вы тоже показывали себя когда-то в отборе. Вот скажите, в каком формате побеждать легче? Ну, на самом деле, мне кажется, побеждать в открытом конкурсе легче. Потому что в данном случае отсутствует некий такой бэкграунд, некая такая предыстория. Потому что в этом плюс и минус открытого конкурса. Если мы говорим, является ли открытый конкурс благом или таким панацеей, ну, наверное, нет. Это всего лишь один из вариантов проведения набора в отряд космонавтов. Потому что, когда брали людей из космической отрасли, да, область выбора была меньше. Но людей знали больше их предысторию, их увлеченность. В данном случае мы идем на некоторый риск. Это одна из причин, почему при потребности в отряде в пять человек было набрано восемь. Именно мы понимаем, что вполне возможно кто-то из них не закончит общекосмическую подготовку по тем или иным причинам. И посему есть определенный такой фактор риска, да, вот того, как они себя поведут. Потому что, опять же, это такое явление достаточно новое для космической отрасли, нашей российской космической отрасли. Хотя я, откровенно говоря, буду рад, если все восемь достойно пройдут подготовку и получат сертификат космонавта. А можно ли говорить о том, что открытый конкурс – это ответ скептикам, которые утверждают, что профессия космонавта, в общем, уже не так престижна, как была раньше. Все-таки 305 человек – это, на ваш взгляд, много или хотелось бы больше? Это мизер. И, честно говоря, мы расстроены на самом деле. И я не могу сказать, это как раз в подтверждении тем скептикам, к сожалению. Потому что, возьмем, примерно за тот же период времени в НАСА проводился набор астронавтов, и поступило более 6500 заявок. И, соответственно, мы, когда просчитывали наши силы, мы рассчитывали примерно, ну, там, конечно, не на такое количество, но порядка тысячи заявок мы ожидали, что пройдет. Я допускаю, что тут сработал фактор плохой информированности, потому что мы, конечно, опубликовали это в определенных средств массовой информации, в интернете, на сайте выставляли информацию. Но, к сожалению, у нас население, оно не очень привычно к тому, чтобы эту информацию подбирать вот таким образом и получать. Массовой такой рекламы или массового такого информирования не было. И, может быть, в этом причина того, что люди не очень, как бы, стремились, не так много получили заявок, как ожидали. Ведь для такой страны 305 заявок, согласитесь, это, ну, не так много. А что собой вообще представлял этот конкурс? По каким критериям отбирались люди? Это достаточно сложный процесс. Он проходил в два этапа. То есть был этап заочный. То есть, первое рассматривались те документы, которые поступали к нам, согласно перечне требуемых документов, которые нам должны были прийти. И комиссия их просматривала, определяла соответствие требованиям. Эти требования также были опубликованы открытым на сайте висел. Вот. И второе, значит, скажем, те, которые прошли заочное. То есть, в основном это вопрос образования, опыта работы, возраста, состояние здоровья. Потому что просили, как бы, первоначально, ну, хотя бы на уровне поликлиники представить какие-то, да, ну, чтобы вообще понимать, о чем идет речь. То есть, некие такие формальные признаки. Это была первая сита, и половина, даже больше половины отсеялась даже на этом сети. И всего лишь чуть больше, там, 50 человек прошло на второй этап, которые были вызваны в Центр подготовки космонавтов, и с которыми уже несколько подкомиссий проверяла их готовность или соответствие требований более детально. Прыжок, еще прыжок, поворот на 180 градусов, полный разворот в прыжке на 360. Сложно устоять на ногах. Это один из первых тестов для кандидатов в космонавты. Качество выполнения этого упражнения оценивается в баллах, но мы никого на предварительном отборе не собираемся, так сказать, губить сразу, потому что это процесс дальнейшей тренировки, только и всего. Добрый день. Руководитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, летчик-космонавт Сергей Крикалев лично общался с конкурсантами. Для него важно оценить интеллект кандидата и мотивацию выбора будущей звездной профессии. Если бы вы себя поставили на место комиссии, вы мне можете объяснить, почему вы считаете, что вас должны отобрать? Прошлый набор я тоже попытался, подавал заявление в отряд, но по медицине меня там чуть-чуть тормознули. Кстати, вы видите, как он вспотел? Поэтому они и не любят космонавтов, потому что это тяжело, потому что к нему надо быть готовым. Мы говорим о том, чтобы кандидаты в космонавты показали, возможно, лучший свой результат. В 2012 году впервые конкурс в звездную команду сделали открытым. Любой мечтающий о космосе мог попытаться попасть в отряд. Если раньше ставку делали в основном на военных летчиков, то сегодня отечественной космонавтике необходимы талантливые инженеры и ученые в разных областях. Может быть, какой-то грамотный математик, ученый, инженер, который работает не в космической отрасли, но, тем не менее, он достаточно полезен будет, расширив немножко входные ворота по исходному образованию и опыту, который человек имеет. Мы понимаем, что нам придется на первой фазе сначала все-таки отобрать людей, которых мы сможем довести до такого состояния, что они будут способны осваивать эту космическую технику. Сегодня антропометрические критерии отбора серьезно изменились. Если полвека назад будущий покоритель космоса должен был весить до 70 килограммов, а его рост не превышать 170 сантиметров, то сейчас на орбиту можно отправить и гиганта ростом под 2 метра, и весом под 100 килограммов. Важно, чтобы желание совпадало с возможностями организма. Это и выясняется на психологических тестах и медицинской комиссии. В ЦПК ждут умных, физически сильных и мечтающих о звездной профессии людей. Лучшие из лучших, отобранные в этом году в отряд, отправятся в космос уже через 5 лет. Предварительно. Прееда. Пробежуточная. Пробежуточная. Подъем. О, мое. Как сказал Гагарин, поехали! После того, как все эти этапы были пройдены, состояло заседание конкурсной комиссии, из которых были отобраны 8 самых достойных, тех, которые набрали выше количества баллов. Вот, скажем. Все-таки интересно, какие критерии отбора. Вот, на ваш взгляд, каким должен быть идеальный претендент? Ну, я всегда уверен, что идеального нет. Но основное, все-таки считаю, это профессионально значимое качество. Это умение и готовность работать в чуждой среде, в замкнутом пространстве, длительное время, в навязанном коллективе. Достаточно стрессоустойчиво. Ну, естественно, требования по здоровью были достаточно жесткие, потому что мы набираем этих ребят, этих людей не на один полет. Вот это мы понимаем, что до первого полета пройдет 5-7-8 лет, и как минимум мы рассчитываем, что каждый из них совершит 3 полета. Соответственно, это где-то 15 лет профессиональное долголетие. То есть, ну, соответственно, запас должен быть настолько. А вот интересно, антропометрические данные имеют какое-то значение? Рост? Да, обязательно. Вот раньше, например, набирали космонавтов 150-160, рост, да? А сейчас вроде бы может быть и 190. Сейчас есть то же самое, остались эти критерии, но остались критерии несколько другого. То есть, конструкция корабля меняется, и эти критерии выставляет уже организация, да, которая производит космические корабли. И сейчас это то же самое осталось критерии. Ну, например, сейчас более критичным является Россиди, который там составляет 92 сантиметра, не более 92 сантиметров, и вес, который должен быть не больше 95 килограмм. А сколько девушек принимало вообще участие в конкурсе? Ну, если опять же мы берем вообще всего, то принимало очень мало, на самом деле, там даже чуть больше 30 человек, если мы так говорим, значит, на финальную часть прошло еще меньше. Ну, вот, скажем, до финала дошло вот три девушки, все три очень достойные, к сожалению. И, как бы, вот только одной удалось пройти. Ну, в всяком случае, думаю, шансы у других тоже еще сохранились, если в будущем какие-то будут там проводиться конкурсы. А не соревновались на равных с мужчинами или по отдельной программе? Нет, на равных. То есть, требования определяются не мнением комиссии, нежеланием или преференциями к одному или другому полу, а требования профессии. Какие-то снисхождения все-таки были? Нет, на самом деле нормативы, конечно, по физкультуре, они были несколько, ну, как бы, женского плана, если мы говорим. Понятно, что физиология мужчин и женщин несколько отличается. Но опять же, если мы к международному опыту обратимся, те же самые НАСА, имеющие богатый опыт отбора проведения открытых конкурсов, у них требования одинаковые. А все-таки вот взять девушку в отряд, это было решено заранее или просто попалась такая девушка, которой невозможно было отказать? Ну, скажем, она достойно вошла в тот финальный список претендентов по количеству баллов. А может быть, все-таки это полет Сары Брайтман повлиял вот так вот на решение Роскосмоса? Гарантированно нет, нет, нисколько. И вообще я даже не знаю насчет полета Сары Брайтман, кроме ее заявления пока это нигде не звучало и официально нет. Такие звездные туристы, на ваш взгляд, они готовы повысить престиж космонавтики, вот интерес к космонавтике? Ну, понимаете, возможно, они могут поднять престиж или привлечь к профессии молодых. Я думаю, нет. Это ложный путь, потому что туризм, это совершенно не имеет никакого отношения к профессиональной космонавтике. Привлекать надо результатами научных экспериментов, интересными проектами, созданием новой космической техники, а не списках тех звезд, которых удалось свозить на 10 дней в космос. У вас свое представление, наверное, о космических туристах. Вы же с Чарльзом Симони летали. Вот скажите, насколько комфортно космонавтам в такой компании? Ну, вопрос комфортно или некомфортно, так несколько неправильно звучит, потому что с Чарльзом Симони, ну, это вообще отдельная история, Чарльзом Симони, он летал дважды в космос и относился к своему полету максимально профессионально, насколько это возможно было. Во всяком случае, все свое свободное время он отдал проведению экспериментов, в том числе и на самом себе. То есть, он как бы сделал это, как некий вклад в космическую науку. Насколько успешные результаты и насколько эффективно это было, ну, я не знаю, мне сложно судить. Но, во всяком случае, большинство космических туристов, включая вот и Чарльзом Симони, ведут себя крайне адекватно в космическом экипаже. Они совершенно не питают иллюзии о своем позиции, о своем месте в экипаже, о своих функциональных обязанностях, о доле своего участия в космическом полете. И опять же, мы с ними проводим достаточное количество подготовки вместе. И проблем, вот у меня вообще никаких проблем с Чарльзом во время полета не было. Творческая раскрепощенность, финансовая мобильность и расчетливая дерзость. Частная космонавтика выходит на орбитальную арену. Первыми были супербогачи. Семерка отважных космических туристов в разные годы отправлялась на орбиту на Российских Союзах. Сегодня известны около 30 проектов космических аппаратов для туристических полетов. Их разрабатывают специалисты России, Великобритании, Германии, Канады, Израиля и США. И чем безумнее кажется идея, тем больше шансов на ее воплощение. Полноразмерный макет космического корабля «Спейсшип-2» на выставке публично за пределами Америки представлен впервые. Конечно же, этот самолет долетел до Лондона не своим ходом. Но в будущем подобные межконтинентальные перелеты будут для него делом всего лишь нескольких минут. Сейчас он вызывает неподдельный интерес. Еще бы, именно ему предстоит стать первым регулярным коммерческим транспортным средством по доставке людей на орбиту. Мы хотим сделать космос доступным для всех. Стоимость нашего полета 200 тысяч долларов. На российских кораблях намного больше. Внешне коммерческие «Спейсшип-2» видели многие. Но вот внутри корабля пока не бывал никто. Через маленький люк Ричард Брэнсон попадает внутрь своей мечты. Рассматривает. Впереди разместятся два астронавтопрофессионала. Сзади шесть пассажиров. Ричард усаживается туда, где скоро будут стоять космические кресла. Его личное место в первом полете здесь, ближе к иллюминатору. Их тут очень много. Чтобы с космической высоты полета можно было разглядывать Землю всем сразу. Я люблю мечтать. И самая главная моя мечта – это попасть в космос, взяв с собой как можно больше друзей. Уже больше 500 человек изъявили желание полететь в космос. Часть своей туристической путевки они оплатили. По сути, за счет этих финансовых вложений развивается космический проект. Каждый турист – соинвестор. Шотландец Брэйн Гелланс мечтал о полете в космос с детства. Я еще не астронавт, но мечтал стать им с 7 лет. Я с детства хотел прогуляться по другой планете. Он купил билет в космос на интернет-сайте. Захотел стать орбитальным туристом. Россиянин Игорь Куценко пока единственный известный русский претендент на кресло в космическом корабле. Может быть, да, у меня нет каких-то дорогих вещей, яхт, но для меня это не является ценностью. Для меня больше является ценностью ощущения, эмоции. Шоу должно продолжаться. И вот уже Брэнсон презентует новую ракету публике. Высовываясь из иллюминатора, он держит макет ракеты-носителя Launcher One, которая в ближайшем будущем обеспечит коммерческие запуски спутников. Возвращаемый спускаемый аппарат «Алмаз» девять раз был в космосе. Испытан на прочность еще в советские времена. Он тоже может стать коммерческим кораблем для полета туристов. Стоимость высока, но и космос настоящий, не суборбитальный. Я не думаю, что есть реальные конкуренты, потому что наши капсулы уже существуют. Они были испытаны, летали в космос девять раз, в то время как другим странам все это только предстоит. Еще один российский ракетоплан для туристических полетов. Его давно разработали, но сегодня дела идут медленно. Нет финансирования. Хотя преимущества у этого аппарата колоссальны. Вот и получается, без соинвестора передовые разработки могут так и остаться на земле. Вот этим проектом, 16 мест, мы, в общем-то, опережаем их по возможностям. Главная задача, которая, поскольку это коммерческое мероприятие, то вопрос стоит об окупаемости этого проекта. А окупаемость проекта идет за счет пассажиров. Российская космическая программа не нацелена на полеты туристов. Под прицелом наука, а не коммерческая выгода. Однако в планах все же есть туристический полет в космос на новом российском корабле. Но не раньше 2015 года. Опять же, если будут свободные места. В любом случае, мир стоит на пороге нового явления. Туризм не только планетарного, но и галактического масштаба. Ну, а ну, дело, конечно, отдыхать в космосе, а другое дело работать. Вот работать, учат Центр подготовки космонавтам. Скажите, через какие испытания еще предстоит пройти новобранцам, чтобы занять место в ракете? Ну, до ракет им действительно еще долгие годы. Они начнут сейчас с первого этапа, наиболее интересного для новобранцев, как вы говорите. Это общекосмическая подготовка, где им предстоит познать себя, показать себя другим, изучить космическую технику, космическую науку, немного освежить знания в фундаментальных науках, в научных исследованиях, пройти испытания в различных средах, в различных тренажерах. И это самый запоминающийся этап. Особенно, опять же, для них, большинства для них, кто никогда раньше этим не занимался и были далеко от этого, для них, конечно, это будет и тяжело, и интересно. Роскосмос объявил о начале подготовки к длительным полетам на МКС. Вот в связи с этим будет как-то корректироваться программа подготовки космонавтов? Ну, скажем, тот экипаж, который полетит на годовую миссию, конечно, у него будет своя программа, и, соответственно, под каждую программу, под каждый экипаж создается, вестается своя программа подготовки. То есть это даже независимо от того, это годовой полет или полугодовой полет, который, по сути, тоже длительный является. Отдельная программа. Конечно, потому что есть, конечно, база такая, стандартная, некая такая основа, но каждый полет уникален. Каждый полет состоит из уникальных задач, из определенных миссий, из каких-то научных экспериментов, выход в отряд в космос, работать с определенными кораблями, еще что-то. И каждый экипаж готовится по своей индивидуальной программе. Поэтому у нас нет в этом отношении стандарта, и в этом ключе годовой полет будет проходить по точно такой же схеме. Центр управления полетами в Королеве и космический центр в Хьюстоне соединил телемост. Главной темой стала грядущая годовая экспедиция на МКС и, конечно, ее экипаж. Космонавт Михаил Корниенко и астронавт Скотт Келли. Подобный рекорд космической миссии был лишь однажды, в начале 90-х. Российский космонавт, врач Валерий Поляков, провел на орбите почти полтора года. И, наверное, это будет связано как-то с Луной, затем с исследованием ближайших астероидов. И все это для того, чтобы реализовать давнишнюю мечту ученых и амбиции определенные, значит, шагнуть в неизведанное, шагнуть на поверхность Марса. Для нас ничего такого принципиально нового в данном случае не происходит, потому что, как уже было сказано, у нас есть опыт полета годовых или окологодовых. Первый такой полет у нас состоялся еще на второй экспедиции на станцию МИР, когда Юрий Романенко, отец того космонавта, который сейчас у нас есть в отряде, летал на второй экспедиции практически 11 месяцев. А как в отряде космонавтов относятся к перспективе полетов за околоземные орбиты? Вот, допустим, будет ли, на Ваш взгляд, большая конкуренция на полеты на Марс? Ну, предложите и посмотрим. Нет, ну так вот в долгосрочной перспективе. Конечно, в отряде, поверьте мне, находятся энтузиасты. И приходят туда энтузиасты. Те, которые приходят для того, чтобы летать к звездам, для того, чтобы осваивать новый горизонт, добираться дальше, еще дальше, еще дальше. Поэтому там нет спокойных таких вот людей, которые бы так сомневались бы в том, чтобы сделать шаг вперед. Потому что была бы еще конкуренция, еще кто первый, кто быстрее. Неужели есть желающие попасть на невозвращаемые миссии? Нет, вот про этот разговор вообще не идет, потому что я считаю, что даже вопрос о невозвращаемых миссиях не должен подниматься. Это полнейшая глупость. И любая программа строится, и космическая техника строится с точки зрения сохранения жизни и здоровья человека. Это все равно, что бы ни говорили, безопасность на первом месте. Скажите, а вы планируете сделать открытые конкурсы регулярными? Ну, это прерогатива Роскосмоса, и все будет определяться потребностью отрасли в людях. То есть я вполне допускаю, если будут конкурсы, они могут быть более целевыми, предположим. Если встанет вопрос об ученых или исследователях в определенной области, мы, может, будем делать открытый, но некий такой целевой конкурс, потому что потребуются врачи только. Мы будем набирать среди врачей или биологи, или ученые других направлений. Сейчас вашему сыну 10 лет, а когда Россия замахнется на Марс, у него будет уже вполне конкурентоспособный возраст. Вот скажите, вы не будете возражать, если из фамилии Котовых он решит сделать династию? Абсолютно, только поддержу его. Олег Валерьевич, большое спасибо, что нашли для нас время и за отличное интервью. Пожалуйста, зовите, с удовольствием поговорим на другие темы. Всего доброго. У нас в гостях был летчик-космонавт, Герой России, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Олег Котов. Вы смотрели программу «Русский космос». Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин